МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утечка новой редакции германской военной доктрины, которую также называют белая книга, уже надела много шуму. Россия там стоит в одном ряду с терроризмом, киберпреступностью, шквальным наплывом беженцев и эпидемиями. Впрочем, нам не привыкать, сиболы нас уже сравнивали. Но уже начали поступать высокие опровержения. Правда, в Польше тем временем начались натовские учения «Анаконда-2016», на которых, внимание, отрабатывают территориальный конфликт с Россией. Так что где просто провокация, а где читайте между строк, обсудим с нашими экспертами, а начинаем с сюжета Александра Сиротина. В предыдущей редакции военной доктрины Германии, которая была принята 10 лет назад, основное внимание авторы уделили изменившим сериалям в области пиратства и борьбе с терроризмом в киберпространстве. В новой же версии, проект которой попал в руки журналистов авторитетной немецкой газеты TV, Министерство обороны ФРГ значительно расширило круг основных угроз. Теперь их 10. Добавились как довольно объяснимые терроризмы, мигранты, экология, национализм, так и весьма неожиданная угроза – Россия. В тексте немецкой доктрины говорится, что наша страна якобы отворачивается от Запада, бросает вызов безопасности, продвигает свои интересы насильственными методами и ведет подрывную деятельность в отношении других стран. По сути, главный военный документ Германии таким образом превращает Россию из союзника и партнера, если не во врага, то уж в опасного соперника точно. Бундесвер – это оборонительная армия, а не ударная. И в увязке с сегодняшними учениями НАТО в Польше и Балтике они не только провоцируют русского медведя, но видят в нем даже настоящего врага. Наш министр обороны, госпожа фонг Сляйен и генсек НАТО должны опомниться и не подыгрывать американцам, которые будут только потирать руки, если в Европе разразится новый конфликт. Если отбросить воззвание к здравому смыслу и логике, говорят эксперты, то это как минимум неожиданно. Хотя еще год назад министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, никогда не служившая, кстати, многодетная мать, заявляла, что военная доктрина страны будет пересмотрена. Повод – изменившаяся архитектура безопасности в Европе. Из-за ситуации на Украине, естественно, по вине России. Что парадоксально, параллельно Ангела Меркель, чаще остальных европейских лидеров, говорила о необходимости сотрудничества с Россией. А незадолго до нашумевшей публикации канцлер, казалось, искренне радовала за сближение с Москвой и уверяла своих сторонников, что единая экономическая зона от Лиссабона до Владивостока – незабытая утопия, а лишь вопрос времени. Впрочем, такая противоречивость в словах и действиях лидера ФРГ – не редкость. Вот, например, одно из заявлений Меркель относительно вступления Турции в Евросоюз. Естественно, нам нужен диалог. Но я всегда была против полноценного членства Турции в Европейском Союзе. И я продолжаю придерживаться этого мнения. А вот другое. У нас были веские причины для того, чтобы договориться о более тесном сотрудничестве по ряду вопросов, в том числе по активизации процесса вступления Турции в Евросоюз. И между этими словами не десятилетия, не годы и даже не месяцы – ровно девять дней. Конечно, можно предположить, что и сам турецкий президент Эрдоган своим непредсказуемым поведением так кардинально влияет на перемену во мнениях госпожи Меркель. Но как вдруг Россия для Германии в одночасье стала соперником – объяснить сложно. Быть может, тут не обошлось без помощи заокеанских друзей-канцлера, задаются вопросом аналитики. Многие эксперты уже отметили – новый проект «Белой книги ФРГ» уж очень напоминает американскую военную доктрину. Я приветствую наших уважаемых гостей и собеседников в фетербургской студии, в московской студии. И первым свой вопрос я адресую Александру Борисовичу Гурнову. Добрый день, Александр Борисович. Здравствуйте. Александр Борисович, вам вопрос как к эксперту в медиапроцессах. Зачем Дивельт опубликовал сейчас эту информацию? С какой целью? Работа над «Белой книгой» идет, насколько я понимаю, с начала 2015 года. До сих пор была тишина. Они хватаются журналистской удачей таким образом? Или все-таки за этим стоит какая-то спланированная акция, скажем так? Ну, действительно, госпожа Урсула Вандерляйен давно занимается этой новой редакцией «Белой книги». Это, на самом деле, понятный процесс, потому что 10 лет не обновлялась вот эта концепция военной доктрины Германии. Германия меняется, мир меняется, Европа меняется. Поэтому здесь нет ничего такого сверхъестественного. Не вчера появилась эта новость. Вчера эта новость появилась в газете «Дивельт». Раз вас интересует этот аспект, пожалуйста, во-первых, если вы внимательно посмотрите статью «Дивельт», то «Дивельт», конечно, не скрывает своей радости по поводу того, что они получили доступ к документу, который другие еще не видели. Поэтому, конечно, это некая журналистская удача, это некий такой слив. Вопрос, почему он делается через «Дивельт», это уже вопрос, госпожа Вандерляя. Вопросов два. Почему они его делают, с какой целью, и, собственно, почему через «Дивельт». Да, вот. Значит, почему через «Дивельт»? Потому что «Дивельт» никогда не отличалась любовью к России. Я бы назвал это издание вообще достаточно сильными антирусскими тенденциями. Если вы посмотрите статью, которая напечатана в «Дивельте», то 90% ссылок, которые они делают в этой статье, это ссылки на их же материалы, этой же газеты, опубликованной некоторое время назад, да? И лишь некоторые ссылки там действительно на документ, который оказался в их распоряжении. Поэтому я не вижу ничего ужасного, ничего страшного. Я не считаю, что нужно слишком, как говорят англичане, излишне реагировать на подобные вещи. Россию не назвали врагом. Она перестала быть партнером, по мнению Бундестага, но не стала врагом. Что уже хорошо. Мы не претендуем на то, чтобы быть партнерами Министерства обороны ФРГ. Потому что, вы знаете, на самом деле... Секундочку, Александр Борисович, я прошу прощения, что я перебиваю. А можно не быть партнером немецкого Министерства обороны, но при этом быть, так сказать, партнером торговым полноценным, соратником, не побоюсь этого слова. Вот. В том все и дело. Понимаете, что это все слова. Я бы не стал, опять же, здесь, конечно, очень много поводов у нас, журналистов, за это зацепиться и устроить вот такую большую историю. Но, скажем, Америка названа таким же точно конкурентом, таким же точно соперником Федеративной Республики Германии в рамках транс-тихоокеанского экономического сотрудничества. И в этом нет ничего ужасного. Это не делает американский рынок менее привлекательным для Германии. И поэтому, несмотря на то, что уважаемая госпожа Ван дер Ляйен, несмотря на то, что... Александр Борисович, вы мне... Америка писала в своей бумаге, несмотря на санкции... Простите. ...Россия продолжает сотрудничать с Германией, понимаете? По поводу... ...экономической... Александр Борисович, по поводу, так сказать, схожих подходов. Как сказали бы французы Илья Индиферансу, знаете ли, есть разница между все-таки взаимоотношениями с Россией нынешними и взаимоотношениями с Соединенными Штатами. Поэтому здесь, мне кажется, ну, уж совсем, так сказать, расслабиться и не поинтересоваться, что там скинули Дивельт, но было бы с нашей стороны легкомысленно. Мне, кстати, интересно, что думает ваш партнер по московской студии, Валерий Васильевич Малеванный. Валерий Васильевич, вы как относитесь к тому, что вот госпожа министр обороны Германии начала давать опровержение, обещать, что не будет Россия называться ни соперником, ни конкурентом в новой доктрине? Да, можно ли ей доверять? Или это такая, в принципе, была задача, знаете, вот палочкой нас пошевелить и посмотреть, как отреагируем? Ну, во-первых, надо понимать, что на сегодняшний момент существуют политические доктрины, военные доктрины, а вот эта белая книга, она идет доктрина с целью национальной безопасности каждого государства. И надо понимать, что каждое государство разрабатывает, спецслужбы каждого государства разрабатывают вот такие подобные белые книги. Начнем с того, что в Америке ЦРУ провело свое комплектование, и на сегодняшний момент все спецслужбы там собраны в Национальный совет разведки, во главе которого стоит директор ЦРУ. И надо понимать, что там агентство коммуникации в интернете, войны в интернете есть такое, оно также готовит вот такие белые книги. То есть это видение политической ситуации в мире. А что Россия сделала? Она дала пощечину НАТО, спецслужбам НАТО, когда в Сирии ВКС России нанесли первый удалый ЕГИЛ. Она дала пощечину, когда наши ракетные комплексы «Бастион» в марте 2014 года оказались на Украине, в Крыму. И вот это заставило невиданные три эсминца, которые вошли американские, натовские эсминцы, они повернули назад, увидев эти «Бастионы». Это новейшие комплексы. Вы понимаете? Поэтому, естественно, в России сейчас видят противника. Противника сильного. И это должно нас радовать. С одной стороны. Мы все-таки мирные люди. Но мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Кстати, к вопросу о том, что все занимаются одним и тем же и пишут свои военные доктринные концепции. Между прочим, немецкую белую книгу найти крайне тяжело. Документ 2006 года, он доступен только в каких-то цитатах и выжимках. А для того, чтобы ознакомиться с ней полностью, нужно потратить огромное количество усилий. В отличие, кстати, от российской военной доктрины, которая публикуется в российской газете и всякий, так сказать, желающий может с ней ознакомиться. Впрочем, я напоминаю нашим зрителям, что для вас работает медиа-центр. Мы очень дорожим и интересуемся вашим мнением, вашим подходом к теме нашей сегодняшней программы. Для вас работают мои коллеги Ирина Петрова и Виталий Воронин. Я передаю им слово. Да, Инна, спасибо огромное. Добрый день. Ну, давайте напомним вместе зрителям ваших комментариев. Мы ждем в социальных сетях, ВКонтакте и в Твиттере. Работает наша горячая линия. Пишите нам также на форуме программы. Ну и что, вот голосование. Готово я уже предоставить некоторые первые результаты. Инна, по мнению наших зрителей, переписать военную доктрину. Германию заставило давление Вашингтона. И надо сказать, что этот вариант ответа заметно лидирует. 73 процента. Ну, а два других, про немецких политиков и военных, и мнение рядовых немцев, они заметно отстают. Здесь 11 и 15 процентов соответственно. Ну, и знаете, есть уже первые комментарии. Вот такой, например. Ну, а что делать? Ну, подумаешь, сняли волки овечьей шкуры. А дальше что? Или мы раньше не знали, что за зверь там? Виталий. Я бы, спасибо. Я бы хотел, может быть, вбросить такую тему для размышления. Насколько самостоятельно было немецкое министерство обороны в написании этой новой доктрины. Давайте внимательно посмотрим на личность министра обороны Германии. Это Урсуна фон дер Ляйен. Это женщина, первая женщина на посту министра обороны Германии. Ей 57 лет. И человек, в принципе, довольно мирной профессии. Это, очевидно, мы видим испытания каких-то немецких войск. Так вот, она гинеколог по образованию и является главнокомандующим, собственно говоря, немецких войск в условиях мирного времени, а в условиях военного времени канцлеры. Тоже женщины, тоже ни разу не военные. Это первый аспект. А второй аспект. Я бы призвал наших уважаемых экспертов посмотреть немножко шире на ситуацию. Ведь Германия не первая страна, которая называет Россию некой угрозой. Мы помним знаменитое заявление Барака Обамы, которое прозвучало с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН «Нигде-нибудь», где он назвал Россию одной из трех величайших угроз миру наряду с лихорадкой Эболой и исламским терроризмом. Мы помним то, что Североатлантический альянс переписал доктрину и теперь под этой маской противостоянию российской агрессии посылает все новые и новые подразделения на свои восточные рубежи, прежде всего в Прибалтику и Польшу. И, наверное, вспомним фильм, который не так давно вышел на телеканале BBC «Третья мировая война. Взгляд из командного центра», где как раз был разыгран некий сценарий, где Россия нападает на одну из стран Прибалтики, конкретно на Латвию, отторгает Латгалию, начинается Третья мировая война. И буквально в прошлом месяце была выпущена книга бывшего натовского генерала Александра Ричарда Шерифа, который также и британский генерал, который конкретно прописывает тот же сценарий фактически на 2017 год. И вот этот фильм и, очевидно, книга вызовет настоящий всплеск в Прибалтике, и там рассматривает Россию как настоящую угрозу. То есть я бы призвал, во-первых, посмотреть, а кто писал эту концепцию, насколько она немецкая по своей сути, а во-вторых, посмотреть более широко и в ряду других подобных высказываний. Обещаю, посмотрим. Я тоже согласна с тем, что, чтобы сейчас не говорили высокопоставленные немецкие политики, фрау фан дер Ляйн, человек исключительно мирной профессии, мы это знаем, слово не воробей. Поэтому, чего нам могут стоить слова «Россия угроза», мы обсудим сразу после рекламы. Оставайтесь с нами, мы только начали. В эфире открытая студия Германия может официально закрепить за Россией статус соперника, военного соперника. Эти данные опубликовала Дивельт. Там написано, что в белой книге «Военной доктрине Германии» может быть написано о том, что Россия бросает вызов безопасности на нашем континенте. Причем срок, который они обозначают, звучит как «на обозримое будущее». Я цитирую дословно. Герман Моралевич, Россия стоит в ряду целого ряда угроз. Я напомню. Терроризм, киберпреступность, климат, гонка вооружений, национализм, бесконтрольная миграция и эпидемия. Причем больше ничего, кроме России, не персонифицировано. Собственно, почему? От чего нам такая честь? В 1991 году Россия сдалась без единого выстрела. Советский Союз тогда. Так с тех пор прошли годы. Да, вот с тех пор прошли годы. И вот тогда мы были партнером. Потому что, ну, как бы и не нужна была военная сила для того, чтобы принуждать нас жить так, как нам скажут. А теперь, ну, о военной силе никогда не забывали на самом деле. И когда мы стали проявлять свою независимость, свою самостоятельность, то вспомнили, что есть еще язык пушек. И начали разворачивать учения около наших границ. Ведь белая книга, надо понимать, это только верхушка айсберга. Конечно. Настоящая военная доктрина, она всегда секретная военная доктрина. И белая-то книга, страшно секретный документ, как выяснилось. Это книгу трудно прочитать, но это просто верхушка айсберга. А мы видим по разворачиванию сил НАТО вблизи наших границ, в чем состоит настоящая доктрина НАТО. И не нужно быть очень таким серьезным военным аналитиком, чтобы понять, что в основе этой доктрины лежат планы по нападению на Россию. Планы прямой агрессии. И они вынашиваются уже давно. А вы, так сказать, полагаете, что такой сценарий вполне объективен? Он давно уже разрабатывается. Знаете, я часто бывал в Эстонии, да, и удивлялся, там такие прекрасные дороги, ведущие к российской границе от портов. Причем, ну, Эстония такая малонаселенная страна, и вот прекрасная дорога, такие развязки мощные, параллельные трассы. И по всему этому раз в полчаса проезжает какой-нибудь автомобиль. И эти дороги поддерживаются в прекрасном состоянии. Снег чистится, ремонт делается. Я спрашивал, ну, как бы, зачем вообще? Ну, а это, говорят, Евросоюз построил нам эти дороги. А зачем? А для мгновенного развертывания бронетанковых подразделений по направлению к России. Так что все планы, которые вынашиваются, это планы агрессии. Борис Витальевич, но все-таки это происходит на фоне гораздо более близких угроз, связанных с тем же самым миграционным кризисом, да, и национализмом, причем персонифицированным национализмом, например, турецким, с которым Германия имеет дело уже сейчас. Да, отчего, да, такое легкомысленное отношение к реальным проблемам? Нет, на самом деле никакого легкомысленного отношения нет со стороны Германии. Во-первых, я не понимаю, от чего мы так переполошились по поводу этой белой книги, которую никто ее не видел, не читал. Скорее всего, там формулировки звучат какие-то, но мы не знаем. Возможно, Россия не названа угрозой, а названа вызовом. Нет, Россия названа соперником и конкурентом, да, я проверила, да, значит, нам сделали перевод, поэтому совершенно точно. Россия соперник, конкурент на обозримую, так сказать, перспективу, на обозримое будущее, и, в общем, вся интонация, она такая вполне себе, ну, сомнительная, скажем так, совершенно не праздничная, совершенно не партнерская. То есть у нас есть, я вам вот отвечаю, да, что называется, у нас есть основания полагать, что вброшенный в девель текст он что-то значит. Мы пытаемся понять, что именно. Хорошо, мы названы соперником, тоже в этом ничего плохого нет. Быть соперником, Германия, это тоже для нас, в общем-то, достаточно престижно, с одной стороны. А потом, есть сейчас новый термин, введен, так сказать, в политику, это френами, да, составной от френд и энами. Так вот мы френами, да, то есть не друг и не враг, а так. Мы соперники. Хорошо, будем соперничать, но соперники за что? За пространство, за влияние. Вот, надо выяснить, где мы соперники, для этого надо выяснить. Какое поле взаимодействия и соперничества? Валерий Васильевич, у нас правда есть общее поле соперничества с Германией, а чем мы можем угрожать-то? Вот чем Турция может угрожать, да, и Ближний Восток? Мы понимаем, а Россия-то чем может угрожать? Ну, давайте мы сейчас посмотрим, какие у нас современные самолеты. Это раз. Мы видим, какие операции проводит наш генеральный штаб в Сирии. И это напугало, очень сильно напугало, не только Турцию напугало, но и Америку. Подожди, но если с Турцией у нас, так сказать, цели разнятся, то с Германией и Евросоюзом эти цели схожи. Да, у нас общая угроза. Чего бояться? Не согласен. Полностью не согласен. Смотрите, когда мы видели Ангела Меркель, едет в Америку, кто ее сопровождает? Директор БНД. Их встречают в аэропорту официально. Генерал Бреннан. Это видно по хронике. Это директор ЦРУ. То есть Ангела Меркель, она делает стопроцентные шаги в отношении спецслужбы НАТО. И она будет это делать всегда. И никакая партнерская деятельность в военном сотрудничестве. Я не говорю сейчас про бизнес, я не говорю про банки. Здесь надо понимать, вот смотрите, сколько у вас в студии сидит молодежи. И молодежь должна четко понимать, экономика экономикой, война это войной, а спецслужбы это спецслужбами. И вот те на сегодняшний момент материалы, которые Ангела Меркель привезла с Америки, да, они как раз и легли в белую книгу. Это стратегия национальной безопасности Германии. И никакого отношения вот к гинекологу, который стоит во главе министра Соборова, они не имеют. Потому что это разработки БНД. Надо сегодня это понимать. И они в России на сегодняшний день видят самую большую угрозу. Самую. Угрозы меньше уже не бывает. Крым, это большая пощечина. Сирия, это настолько показала мощь. А это же не просто мощь. Это генеральный штаб договорился с американским штабом, министерством обороны, вести совместные действия по бомбардировке очень сильной армии ИГИЛ, которая запрещена в России. И все-таки, да, для того, чтобы быть соперниками и конкурентами, нужно иметь поле общих целей. Мы должны за что-то одно соперничать и конкурировать. Вот за что мы конкурируем и за что соперничаем с Германией сегодня? Мы это понимаем? Ну, вот, смотрите, Германия никогда сейчас не будет войны такой, как танковая война. Хотя мы на сегодняшний момент конкурируем, конкурируем в военном стратегическом планировании только с службами НАТО. Только НАТО для НАТО. Это выпуск танков, это те же истребители. А самое главное, это космические. На сегодняшний момент над землей летает более 79 военных спутников-шпионов, которые практически видят все на этой планете. И если мы отстанем от НАТО в этом, то есть наша научно-техническая мысль не должна с вами, она должна идти вперед. А для этого нужны деньги. Это называется гонка вооружений. И в белой книге прямо написано, мы против гонки вооружений. Александр Борисович, ну вот, Валерий Васильевич, он все-таки там про войну да про войну. А в мирной жизни, да, во вне военной сфере у нас есть общие цели, за которые мы конкурируем? Ну, конкурируют все страны за одно единственное, за влияние. За влияние в регионе, за влияние в мире, за рынки сбыта, за энергоносители и так далее, и так далее. Поэтому все являются конкурентами. Кроме тех, кто избрал для себя стояние на коленях, как государственную политику, ну типа Украины, да, вот, все остальные конкурируют. Все суверенные великие державы конкурируют. Германия сейчас возвращает в себе суверенитет, сильно утраченный после Второй мировой войны. Поэтому, естественно, она будет так немножечко наращивать свои военные. И она признает степень нашего влияния в регионе таким образом? Конечно признает, конечно признает. Понимаете, почему я вот согласен с коллегами, которые говорят, не нужно слишком усугублять опасность. Я большую часть своей жизни прожил, когда Россия называлась врагом номер один для Америки. А мы называли, я когда служил в армии, Америка называлась предполагаемым противником. И нормально, мы прекрасно жили, прекрасно торговали, и смотрели американское кино, и запускали Союз Аполлон при всем этом вместе. Поэтому ничего страшного в этом нет, такова суть современного мира. Что же касается, вот вы сказали, что под диктовкой Америки написана эта гондонациональная доктрина. Вот с этим я скорее соглашусь. Потому что, во-первых, вся эта история началась, помните, с Ноудена, которого сейчас подзабыли? Помните, как он рассказал нам, что американцы прослушивали личные телефоны госпожи Меркель? И вот с тех пор Меркель стала на удивление сговорчивой. Она на удивление стали приниматься в Германии документы, которые прямо как будто пишутся из Вашингтона. Посмотрите, вот это же, помните, когда Обама сказал, что Эбола, терроризм и Россия. То есть компромата нарыли. Да, да, понимаете, какое дело? То есть что-то есть такое на Меркель, что после прослушивания появилось, что заставляет ее очень сильно прислушиваться к американским советам и инструкциям. А что касается вот непосредственно, что было сказано, я хотел бы привлечь ваше внимание, что, во-первых, было сказано, что угрозой германской безопасности является не столько Россия, сколько российско-украинский вот этот вот конфликт. В этой связи хотелось бы напомнить немцам, что нынешний германо-турецкий конфликт, мне кажется, больше вызывает озабоченности в мире. Это первое. Второе. Они сказали, что Россия размывает границу между войной и миром. Вот если вы видели, это цитата из этой самой Дагридии. Просто добром и злом практически, да. Да. Если кто и размывает границу между войной и миром, господа, то это делает Украина, которая заявляет, что она является в состоянии войны с Россией, в то же самое время просит России продавать газ по сниженным ценам, оставляет здесь свое посольство, и тогда Россия не заявляет о том, что она находится в состоянии войны с Украиной. Для России война – это война, мир – это мир. Мы очень хорошо знаем этому цену. А потом, ну, знаете, даже, даже, я хотел бы просто немцам напомнить еще одно, что с точки зрения вот нас, которые находятся здесь, размывание границы между мужчиной и женщиной гораздо серьезнее, то, что происходит в Европе, чем размывание границы между войной и миром. Мне очень дорога позиция наших уважаемых гостей сегодня, которые говорят, что, ну, вот прям беспокоиться не о чем, да, ну, простите мне мою тревожность. Сегодня, так сказать, начались маневры «Анаконда-2016», да, крупнейшие за последнее время, сценарий которых, да, подразумевает потенциальный конфликт между условными альянсами. В один входит сама Польша, страны Балтии и несколько других реальных государств, а во второй – вымышленные страны, внимание, Ботния, Торрики и Линдси. По сценарию, в ходе конфликта происходит дестабилизация ситуации в Балтийском регионе, вторжение сил противников страны Балтии и Польшу и аннексия территории. С чем, собственно, и собираются бороться. Дмитрий Александрович, это тоже вот, ну, шалят дети там у нас на границах, ну, бог с ними. Так, может, для того они и слили проект «Белой книги», чтобы посмотреть на всю эту реакцию. Потому что Россия и НАТО у нас последние два года в отношениях были далеко не самые простые, и вместе с тем мы никогда не переходили грань. Мы никогда не переходили грань, ту, которую мы сами для себя нарисовали в конце 90-х, когда подписали основополагающий акт об отношениях России и НАТО, где вначале написано о том, что Россия и НАТО не признают друг друга в качестве противника. И с тех пор мы жили вот по этому документу. И что бы там ни случилось, никто не говорил, что вот Россия враг. В России открыто говорили о том, что какие-то действия НАТО выглядят для нас угрожающими. В первую очередь расширение НАТО, раз. Военные действия, которые ведут НАТО в третьих странах без санкции Совета Безопасности ООН, либо ОБСЕ, то, что было в Югославии, два. И последнее время то, что добавилось, опять-таки, уже 15 лет строится противоракетная оборона. Да, вот это выглядит угрожающим с нашей точки зрения. Недружественно. Но само по себе НАТО нет, не враг. Если НАТО не будет это делать, НАТО будет прекрасным партнером. В отношениях с Россией было так же. Им не нравилось, что Россия делала первое, второе, третье. Но если Россия перестанет это делать, то, соответственно, все мир дружбы живачка. Сегодня мы видим те учения, которые мы видим. Там действительно НАТОвские военные тренируются для того, чтобы в случае чего, если не дай бог, быть готовым отразить агрессию. Больше того, они демонстративно нам дают понять, что мы сейчас отрабатываем маневры по войне с вами. Это такое брецание оружием в полный вагон, скажем так. То есть фактически проводятся учения, в основе сценария которых лежит вот это предположение. Россия и НАТО противники, не соперники. Эти сценарии зашиваются реальным солдатом, реальным офицером. Вот. Что нам дальше делать с основополагающим актом? Потому что в основополагающем акте написано, что мы не противники. То, что мы делаем на земле, во всяком случае, то, что делают военные в своих учениях, мы противники. Значит, мы отменяем основополагающий акт и говорим, все, холодная война вернулась, здравствуйте. Или мы все-таки его оставляем, потому что уж очень страшно, никто не хочет назад в холодную войну. И вот над этим вопросом сейчас бьются многие. Россия не хочет отменять основополагающий акт, у нас все хорошо. Немцы думают. Поэтому они слили белую книгу и теперь сидят смотрят, что будет. Если все это проглотят, прекрасно. А что, возможно, были варианты, Дмитрий Александрович, вы считаете? Разумеется. А для чего еще делается слив? Чтобы посмотреть, как люди отреагируют. Я сейчас хотела бы передать слово в медиа-центр, и мы вернемся в студию. Коллеги. Да. Ин, во-первых, хотел бы добавить любопытную новость о том, что в этих учениях в Польше, помимо обычных регулярных войск, участвует еще и польское ополчение, которое уж точно создается для того, чтобы противодействовать агрессору с востока, подразумевается Россия. Это уникальная история. Но хотел бы добавить, что не стоит списывать со счетов немецкую армию. До сих пор в Европе есть единый экономический союз, но нет единой армии. Есть только некие зачатки, о которых говорит господин председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, он хочет создать единоевропейскую армию, но пока нет. Пока у Германии своя армия, и это довольно внушительно, крупнейшая на европейском континенте, если не считать Россию и Турцию. Ну, рассматривая географически, до 200 тысяч человек контрактной армии, и что отличает Германию от многих стран Евросоюза, у немцев свои технологии, они могут строить танки, вертолеты, самолеты и так далее, Но! В 2014 году произошла такая оказия. Опять же таки, в средства массовой информации были слиты данные инспекции, которая показала, что из 406 БМП, бронемашин, пехоты, на ходу лишь 280, из 180 БТР, лишь 70 на ходу, ну и так далее. По остальным видам вооружения, примерно 30% техники лишь оказалось на ходу. Вот такой был интересный слив. Вот он зачем был? И что затем последовало? Вот об этом тоже можно поговорить, мне кажется. Герман Моралевич, вот вас хочу спросить, просить вас дать комментарий. У меня есть короткие ответы на ваши вопросы. Первое, зачем Дивельт сделала этот вброс? Общественное мнение в Европе готовится к полномасштабной войне с Россией. Они понимают, что если прям завтра начинать войну с русскими, да, люди это не одобрят. Но постепенно лягушку можно сварить. Каждая мысль перестает казаться дикой, если ее как следует покрутить в голове. Да, да, да. Еще год-два. Я думаю, что война, агрессивная война, нападение на Россию будет совершено в текущем десятилетии. Если не изменится архитектура безопасности в мире. А каковы шансы, что архитектура безопасности в мире изменится? Это зависит от нас. Это зависит от нашей политической воли. Мы должны подкрепить свой политический суверенитет экономическим суверенитетом и создать новые мощные военные союзы. Виталий, это ответ на твой вопрос? Ну, не знаю. По поводу слитой белой книги, возможно. Вы знаете, есть такая интересная теория про окна Овертона, если бы слышали. Это когда какая-то мысль слишком шокирующая, но нужно постепенно к ней приближать. И вот это идет. И даже есть технология. Да, абсолютно. Вернута была первая мысль, что какая-то у нас армия слабовата, давайте увеличим финансирование. Потом, бац, второй вброс. А вот теперь Россия. И вот смотрит на это. Потом будет еще дальше, еще дальше. Ну, вполне возможно, что, уважаемый эксперт, мы уловили некую такую нерв процесса. Прерываемся на короткую рекламу, чтобы вернуться и продолжить разговор. Тем более, что тема угрожающая. Поверь открытая студия. Очень скоро могут настать времена, когда Россия для Германии перейдет в категорию стратегического противника, а не партнера. Во всем случае, такие вещи могут быть закоплены в новой редакции военной доктрине, детали которой были слиты буквально недавно в немецкую газету «Дивельт». Но на этом фоне, Дмитрий Александрович, расшифруйте, пожалуйста. Ангела Меркель на съезде ХДС заявила о готовности, я цитирую, немедленно положить конец санкциям против России. Как вообще можно интерпретировать такие противоречивые цели и задачи? О чем это говорит? Ну, я вообще думаю, что вся эта история с «Белой книгой» и якобы российской угрозой все-таки происходит из-за денег. Потому что много что в мире происходит из-за денег. Хотя и не все. Всю жизнь за НАТО платили США. США давали много денег, все остальные давали мало денег. Но Прибалтийские республики, для которых этот налог, ну, очень тяжелый, я думаю, что прям даже поспорили бы с вами. Им кажется, что они тоже платят за НАТО. Ну, они тоже платят за НАТО, но они платят мало. А вот немцы могли бы платить больше. Причем, в отличие от Прибалтийских республик, у немцев-то деньги есть. Но всю жизнь США платили, Германии нет. И тут вдруг США надоело платить. Я не знаю, это потому, что у них там кризис с государственными финансами или просто потому, что им надоело платить. Но так или иначе, совсем недавно мы услышали, как кандидат Дональд Трамп сказал, что давайте вообще выйдем из НАТО. Конечно, он этого не сделает, даже если станет президентом, в чем я лично сомневаюсь. Но Дональд Трамп популист. Если он что-то говорит, значит, эта точка зрения популярна среди населения и среди определенных лоббистов США. Значит, дискуссия об этом ведется. Что мы вообще так много платим вот за этих европейцев? Пускай они платят сами. Поэтому заявление Меркель о том, что необходимо срочно снимать санкции с России, означает? Нет. Поэтому немцы понимают, что либо им надо больше платить, причем прямо сегодня, либо непонятно, что дальше делать с НАТО. Немцы решают платить. Значит, соответственно, надо объяснить уже своим избирателям. Простите, почему вот у нас тут в Германии... Германия богатая страна, но проблемы есть. Там матери-одиночки, какие-то дети... Мигранты, опять же. Мигранты, опять же, какие-то куда-то селить. Ну, бог с ними. Но матери-одиночки, это уже серьезно. А почему мы не тратим денег на матерей-одиночек, а тратим денег на какие-то дурацкие вооружения? И вот тут выходит на первый план военная доктрина. А ну это потому, что угроза России. Опять не бьет. Угроза России, поэтому мы не платим матерям-одиночкам, а платим своим военным. Но при этом давайте скорее снимать санкции. Потому что нам это выгодно. Другое дело, что давайте снимать санкции. Во-первых, снимать санкции действительно выгодно. Потому что, ну, конечно, Россия сильно пострадала от санкций. А почему бы и нет? Ну не бьет. А почему мы в холодную войну не торговали, как нам рассказывают? Да, но не очень активно. Тоже давайте честно. Да, там мы торговали не очень активно. И вообще конъюнктура рынка была совершенно другая. И нельзя сравнивать арбуз со свиным бифштексом. Но вместе с тем мы и тогда торговали. Снимать санкции опять-таки это идея, которая сейчас вбрасывается. То есть немцы сами не знают, что делать. Вот. Я бы очень хотела... На самом деле Александр Сиротин подготовил материал, в котором, в общем, готов познакомить нас с переменчивостью политики фрау Меркель. Давайте посмотрим. Ныне самая влиятельная женщина планеты по версии журнала Forbes канцлером Германии стала 11 лет назад, в 2005-м. Трижды переизбиралась на высокий пост и каждый раз клялась делать все возможное для устойчивого развития Германии. Клянусь, что я отдам все свои силы ради благополучия народа Германии. Что сделаю все возможное, чтобы наша страна развивалась. Что буду уважать и защищать Конституцию, законы государства. Что буду усердно выполнять свои обязанности. Да поможет мне Бог. Ее путь от примерной пионерки до руководителя немецкого государства очень показателен. Уроженка Гамбурга, которая в то время был частью Германской Демократической Республики, в 70-е юная фрау Ангела состояла в организации, аналогичной советскому комсомолу. Занималась агитацией и пропагандой. После падения Берлинской стены внезапно сменила политические взгляды и переметнулась в только что образованную демократическую партию. Дослужилась до статуса пресс-секретаря и ее председателя. Большую политику попала благодаря протекции Гельмута Коля. Он назначил ее министром небольшого ведомства. Протеже тогдашнего федерального канцлера получает прозвище «девочка Коля», о чем сам он, как пишут его биографы, впоследствии очень жалел. Во время одного из коррупционных скандалов, в котором был замешан друг Гельмут, Меркель резко раскритиковала своего покровителя и потребовала его отставки. На публике сама бездетная Ангела Меркель тщательно выстраивает образ эдакой всенемецкой мамочки. Мутти, как называют ее соотечественники. Она перед камерами заходит за покупками в обычный магазин, сама готовит дома и выращивает овощи на огороде. И, как пытаются представить ее пиарщики, в политике она действует, следуя своим материнским инстинктам. Пытается договариваться со всеми, находить компромисс. Но это внешне. На самом деле, отмечают аналитики, мягкая на людях. Ангела даст фору любому мужчине в европейской политике. Слово «Ангела Меркель» является, наверное, решающим по ключевым вопросам для Евросоюза. В этом сомневаться не приходится. Впрочем, в последнее время ее образ в глазах соотечественников сильно помер. Пытаясь лавировать между разнонаправленными группами интересов, как внутри страны, так и за ее пределами, она все больше загоняет себя в тупик. То призывает коллег по Евросоюзу приструнить Россию за ее позицию в украинском конфликте, то вдруг мечтает о большой единой Европе от Владивостока до Лиссабона, то признается, что политика так называемого мультикультурализма претерпела крах, то призывает к толерантности распахивать двери перед беженцами из Африки и Ближнего Востока. И, похоже, граждане все меньше понимают своего лидера. Я хочу, чтобы правительство прислушалось к народу и к его пожеланиям. Я считаю, что народ должен решать, сколько беженцев они хотят принять и хотят ли вообще. Как так может быть, что Венгрия и Чехия строят четырехметровые стены из колючей проволоки, чтобы не пропускать беженцев, а Германия одна стоит с открытыми объятиями? Я этого просто не понимаю. Германия единственная страна, которая является добрым самаритянином. Ее даже называли новым фюрером Европы за желание диктовать свою волю всему старому свету. Впрочем, фрау Меркель не самостоятельная фигура, уверены многие. Но по чью диктовку она действует? Этот вопрос кажется и простым, и сложным одновременно. Но от ответа на него зависит, куда заведут метание госпожи канцлер и ее собственную страну, и Евросоюз в целом. Вот эта вот метущаяся политика, она действительно связана с тем, что нужно лавировать между США, НАТО и собственными избирателями? Валерий Васильевич, как вы считаете? Или есть какие-то другие подтексты? Главный подтекст во всем этом – это деньги. Вот один из ваших коллег правильно сказал, что деньги решает все. Смотрите, военный бюджет Америки – 670 миллиардов долларов, Китая – 117, Россия – 67. Остальные – это так, это бюджеты, которые несравнимы вот с этими двумя бюджетами. Поэтому основное мы видим – это за что Эрдоган сейчас напоролся, как бы нашило недовольство Барка Обамы. Ведь ему погрозили пальцем не просто так, а когда он начал в семейный свой бизнес затягивать всю нефть, и упала цена нефти. И когда удары ВКС России ударили, Америка промолчала, она же ничего не сказала. И сейчас мы видим – нефть поползла вперед. Вот эта военная стратегия общая, как бы. А потом, вот сейчас только что вы говорили про Меркель, а ведь давайте не забывать, что она член Бельведерского клуба, а это фактически тайные правительства мира. И она входит туда. Там Морганы семья, Рокфеллеров семья, Ротшильды там. То есть там представители всех богатых слоев американского и европейского истеблишмента. И они, естественно, занимаются бизнесом. И вот чем больше будет гонка вооружения, тем больше можно списать денег. На ту же анаконду, мы знаем, на сегодняшний момент уже списано 53 миллиарда. А в нашей стратегии, по словам Шойгу, министра обороны, запланировано 2000 маневров на этот год. То есть это деньги, которые... Я бы даже не возражала против того, чтобы кто-то зарабатывал, пусть даже большие деньги. Я только беспокоюсь, что у кого-нибудь может дрогнуть рука в какой-то решающий момент. Нажмут на кнопку. К нашему разговору присоединяется немецкий журналист Константин Ранкс. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вы следите за нашим разговором? Можете прокомментировать? Да, я слежу за вашим разговором, только все-таки я журналист из Финляндии, а не из Германии. Простите, пожалуйста. Думала о Германии, брякнула. Простите. Да, поэтому про немцев я могу сказать меньше, но могу сказать точнее про свою родную Латвию и другие страны Балтии, где сейчас как раз проходят маневры НАТО. Дело все в том, что нужно учитывать, что Россия это такая же страна, оказывающая влияние на страны Балтии, на весь Балтийский регион, как и, например, та же Германия. Не стоит забывать, что азейские немцы в Латвии и в Эстонии были, можно сказать, элитой общества в изрядной мере до 1939 года. И в очень большой мере как раз Балтия рассматривается немцами как территория своего исторического влияния. Но для России, между прочим, фамилия Крузенштерн, знаете ли, тоже много значит. А я ее назову и Толь, и Беллинсгаузен, и многие другие. Продолжаем ряд. Вот, кстати, у вас фрегат спустили на воду. Фон Эйсен тоже, кстати, азейский барон был. Поэтому это, естественно, вполне особое влияние к этой территории. И, естественно, что Германия очень внимательно и ревниво смотрит за, так скажем, влиянием России на этой территории. Как и Россия точно так же внимательно и ревниво смотрит, что происходит и что делают там немцы и вообще НАТО. Однако хочу сказать, что все-таки мне вот эти солдаты, которых вот привезли в Балтию, больше напоминают не удар, не кулак вторжения, а скорее заложников. Ведь идея какая? Заключается в том она, что если бы Россия захотела атаковать сейчас страны Балтии, то она столкнулась бы неминуемо с американскими и немецкими солдатами. А это уже война ядерных держав. На это Россия не пойдет. Кстати, господин Лавров тоже об этом, по-моему, вчера... Я полагаю, не только из страха или даже здравого смысла, но просто потому, что нет такой задачи, не надо. Да. Так вот, самое главное, вот эти вот люди, которые будут представители стран НАТО, они своего рода такой живой щит, который успокаивает страны Балтии. Наш национальный истеблишмент, как сейчас принято говорить. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, демонстрация силы, это демонстрация решимости. С другой стороны, это успеховательная пилюля для руководителей Вильнюси, Риги и Таллини. И, в-третьих, разумеется, я согласен с тем, кто говорит о том, что любые вот такие маневры очень интересны для военных, профессиональных и для военной промышленности. Потому что, вы знаете, несколько лет назад ведь говорили о том, что зачем вообще это НАТО нужно? Сейчас они окреленные, у них появилась новая цель, они работают, ездят, во всяком случае, какой-то смысл их жизни появился. И я думаю, что нужно учитывать этот фактор тоже. Военные очень любят парады и учения. Но любая мысль перестает казаться дикой, если ее как следует покрутить в голове. Смотри технологию окон Овертона. Так что, пока Германия собирается назвать Россию конкурентом, соперником, а там дальше и до противника недалеко, в общем, у нас есть основания для беспокоиться. Прерываемся на короткую рекламу, вернемся и продолжим разговор. В Вере Открытая студия мы обсуждаем перемены военно-политической доктрины Германии, о которых неожиданно стало известно, и прогнозируем изменение характера двусторонних отношений. Россия может превратиться из партнера в тыкву, знаете ли. Это при том, что отношения с Россией очень долго были единственным самостоятельным направлением политики Германии, ну, Германии, да, потому что, в общем, все остальное двигалось в фарватере отношений, там, диктуемых Вашингтоном. Я бы очень хотела передать слово Виталию Воронину, ему есть как прокомментировать эту историю. Виталий. Да вот уж не знаешь, верить или нет тому, что написано в этих ваших интернетах. Есть такая любопытная теория, что в 1949 году, за два дня до принятия основного закона Западной Германии, это Конституция, считаю, что, да, был принят некий секретный подписан договор между западными союзниками и, соответственно, Западной Германией, и якобы этот договор действует, и он будет действовать 150 лет до 2099 года. И частью этого секретного договора якобы является некий такой канцлер-акт, который обязан в Вашингтоне подписывать каждый новь избранный канцлер Германии. Свидетельств этим секретным договором, как мы понимаем, очень мало, а конкретно два. Первое свидетельство — это признание в своей книге биографии бывшего директора военной разведки Бундесвера, которая была опубликована книга в 1999 году в Австрии. И вот он там пишет, что траля-ля, был принят такой акт, и в том числе предполагается, что 2099 года и средства массовой информации Германии переданы под управление Америки, и золотой запас Германии послан в Америку, и прочее, 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 прочее. И еще есть некая гуляющая в интернете такая якобы служебная записка о том, что вот, да, где-то там упоминается о таком протоколе. И вот у меня вопрос, собственно, наверное, к господину Малеванному, прежде всего. Насколько правдоподобна эта теория, что существует некий такой секретный протокол, который подписывают немецкие канцлеры, и насколько они могут находиться до сих пор в зависимости от Вашингтона, прежде всего? В общем, просто какие-то кондиции Анны Иоанновны. Да, Валерий Васильевич, что скажете? Ну, во-первых, это общеизвестный факт, что в 1949 году, когда был разработан план поднятия ФРГ с колен, и им дали тогда 17 миллиардов безвозвратных денег, то первый был подписан именно вот этот секретный протокол. И каждый канцлер, в том числе и Меркель, мы видели, она ездит в Америку и докладывает президенту Америки о том, что она вступает в должность у главы Германии. Это у них принятое уже... А им это зачем? Валерий Васильевич, у меня очень простой вопрос, им это зачем? Вот Анна Иоанновна, да, кондиции демонстративно порвала. Да, при этом канцлеры Германии почему-то, да, вот, так сказать, на этой веревке, да, продолжают двигаться. Если это правда. Вопрос, с какой целью? Ну, цель здесь одна. Америка привязала Германию к себе. И мы видим, если мы вывели войска, то в Германии остались американские базы. Это мы видим. А потом, такой непреложный факт, что все золото Германии, золотой запас Германии, хранится в Америке. И это же факт, который отрицать просто невозможно. Невозможно, да. Это тоже было записано в этом секретном. А потом, давайте почитаем те же мемуары Жукова. И Жуков там пишет, что в 49-м году они присутствовали при неком секретном подписании этого акта. Не сказал, что за акт. Но то, что в печати мелькало, что канцлер обязан доложить американскому президенту, это говорит о том, что Германия до сих пор... Связана с обязательствами. Я поняла. Спасибо большое, Борис Витальевич. Глава Минобороны Германии как-то сказала, что сейчас необходимо сосредоточиться на обороноспособности стран НАТО в Европе и ослабить участие в зарубежных миротворческих операциях. Можно это как-то расшифровать? Чуть более сложно, чем, кажется, на первый взгляд. Что Германия просто отзывает свои части, так сказать, международных военных действий. Миротворческих операциях. В принципе, это опять-таки обусловлено нанотратами, что для Германии, с учетом того, что сейчас она столкнулась с наплывом мигрантов, и приходится свой бюджет значительно перераспределять на содержание тех мигрантов, ей приходится где-то искать, урезать расходы. И, наверное, пошли под урезание расходы, связанные с миротворческими операциями. Особенно все, что находится вне предела зоны досягаемости. А это логично? Это логично, логично, вполне. Она просто знает, что есть другой зонтик. Зонтик НАТО, есть зонтик США, который будет нести ответственность за все это. Зачем распылять свои средства? Ну, речь, наверное, идет о статусе и, наверное, репутации государства. Статус очень дорого плются. Все не так прагматично. Александр Борисович, вы согласны с тем, что, в общем, нет ничего страшного в том, чтобы Германии выйти из миротворческого контингента и просто сосредоточиться на решении своих внутренних проблем? Ну, я считаю, что в этом нет ничего страшного для нас, по крайней мере. А уж как и для них, пускай они решают сами. Я просто единственное хотел вас предостеречь от того, чтобы вы не принимали вот эту белую книгу, которую мы сегодня обсуждаем, за официальную политику германского государства, поскольку белая книга принимается как внутренний документ Бундесвера, и она не требует утверждения германским парламентом. Поэтому это не станет официальной позицией государства, первое. Второе. Вы знаете, вот у вас в студии присутствует уважаемый писатель-фантаст, который сказал, что в нынешнем десятилетии, то есть в оставшиеся два с половиной года, будет война против России, агрессия против России. Да, Герман все было. Вы знаете, у него есть один фанатичный читатель в Государственной Думе, это господин, которого зовут Франц Клинцевич, он зам, между прочим, председателя комиссии по безопасности Совета Федерации, если я не ошибаюсь. Так вот, господин Клинцевич буквально днями сказал примерно то же самое, можно почитать. Он даже назвал название операции, что оказывается, американский ядерный зонтик, вот эти противоракеты в Европе, нужны для того, чтобы защитить американские войска, которые теперь стягиваются под этот зонтик, от ответного российского удара. Что у американцев, сущный клан даже называет его название, какой-то там быстрый-быстрый тигр какой-то, да, вот, что в течение нескольких часов американские ракеты ударят по России, затем Россия испугается, пока Россия испугается, будут введены войска по тем самым хорошим дорогам европейским, придут танки, завоюют наши территории, а мы не сможем... А известно, что Россия испугается. Вот, да, вот, понимаете, поэтому на самом деле, вот я бы, я бы все-таки предложил всем нам, журналистам, да, и вот мой финский коллега, я вижу, тоже веселительная, на этот счет, да, я бы предложил вот эти вот сценарии все-таки оставить любителям, любителям фантастики и писателям, а самим говорить об очень реальных вещах, которые вы и напоминали. Очень важная вещь, как оставаться партнерами, да, в большом, да, а военным оставить оборону, пускай военные заботятся о том, чтобы мы не представляли угрозы друг для друга, да, но они же... Пускай продолжают оставаться партнерами, соперниками, но партнерами, понимаете? Просто военные сегодня диктуют, диктуют и политику, да, и они норовят свои стандарты. Ничего подобного, ничего, это неправда, это неправда. Военные диктуют политику только в военных режимах, а в демократиях, тем более в европейских демократиях, в России военные не диктуют политику, это неправда. Давайте Германа Судулаева дадим возможность ответить. Со всех сторон звучат призывы успокоиться, и от руководства Германии, и от наших политиков, и спикеров различных. Настолько нас убеждают отчаянно успокоиться, что само это по себе уже вызывает некоторое беспокойство. Вы можете считать меня алармистом, но я следую принципу, который сформулировали древние римляне, хочешь мира, готовься к войне. Война неизбежна. Да что ж, да что ж вы, в самом деле, прям вот такая вот горячая такая. Есть настоящая полномасштабная война. Капитализм не может без войн. Это наука. Капитализм в определенной своей стадии, он доходит до такого размера противоречий, что снять его может только хорошая полномасштабная война. Единственное, как мы можем избежать войны, это подготовиться к ней лучше, чем наши соперники. То есть создать больше угрозы, почему вы украинские власти так снимятся к этой самой войне? Подождите, я вас не перебивал. Капитализм, что это такое, как нравится воевать все время? Подождите, я вас не перебивал. Вы оскорбили меня, назвав писателем-фантастом и так далее. Я вас еще тоже могу как-то назвать. Хорошо, давайте, не перебивайте. Ничего себе оскорбление писателем-фантастом. Можно подумать, артист комик тоже оскорбит. Нормально, хорошо мы жили, вот хотя все считали нас врагами, мы считали их врагами. Но ничего страшного, сотрудничали, торговали, вместе в космос летали. Да, а почему? Потому что страшно было напасть на Советский Союз. Потому что Союз был сильный и держал еще вокруг себя сателлитов в виде стран Варшавского договора. Почему не напали на Советский Союз? Потому что войны не хотели, потому что жалили кого-то. Нет, потому что боялись Советского Союза. Только так мы можем удержать мир. Только так мы можем избежать войны. Быть сильными, быть такими, чтобы напасть на нас было страшно. Александр Борисович. Ну, во-первых, я считаю, что назвать писателя фантаста, артист, комик и спортивные журналисты... Давайте я вас назову клоуном тогда. Давайте я вас назову клоуном. Вы тоже очень смешно и прекрасно выступаете. Это не оскорбление. Давайте просто назову, что вы клоун. На самом деле, Герман, в том цирке, который вы устраиваете, клоуном быть не стыдно, на самом деле. Я бы предпочел все-таки вот в вашем цирке быть клоуном, а не режиссером и не сценаристом не получится. Вот. Хотя я советую вам самому подбирать клоунов для своего цирка. Во-вторых, я не считаю, что писатели-фантасты это оскорбительно. Но если вы считаете, что это оскорбительно, вы оскорбляете целый класс достаточно серьезных творческих людей, которых я лично очень уважаю. Это второе. Третье. Что касается алармистских ваших заявлений, то ведь я же не зря привел пример господина Клинцевича, да, который на полном серьезе и гораздо с большими аргументами, с более серьезными, чем вы, и сегодня озабочен возможностью начала, по его мнению, реальной возможностью начала войны против России, западной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Я против того, я против того, чтобы воспринимать это всерьез, понимаете, я за то, чтобы обороноспособность страны была на высоком уровне. Я считаю, что правильнее всех в данном случае поступает господин Путин, который назначил министром обороны не гинеколога, а назначил лучшего в мире специалиста по чрезвычайным ситуациям. При этом господин Путин не вступает в эти дискуссии, не реагирует на всякие глупости, которые говорят там ни писатели, ни политики, ни военные, а нормально держат двери открытыми для всех западных стран, в том числе и тех, с которыми у нас осложнялись отношения. Вот вы посмотрите все высказывания. Да, и сам Борисович, мысль понятна. Как нашими партнерами, как нашими партнерами по международным отношениям, понимаете. Вот это самая правильная политика, той, которой придерживается сегодня российское руководство. И я считаю, что мы тоже все должны этой политике придерживаться, а не гиперболизировать те угрозы, которые помогают, в том числе, американцам зарабатывать деньги. Да, спасибо. Спасибо большое. Передаю слово в медиа-центр, Виталий. Знаете, сейчас, чтобы немножко абстрагироваться, может быть, от каких-то высоких понятий, конкретные цифры, конкретно социологическое исследование, которые были проведены весной в Германии, некий фонд Бертольсман, если я правильно произношу по-немецки его перевод. Так вот, они задали своим исследуемым вопрос, должны ли немецкие войска участвовать в защите Прибалтики и Польши в случае предполагаемого российского вторжения. Был задан ряд вопросов. Самый главный вопрос, который мне больше всего понравился. Считают ли немцы Россию военной угрозой для себя? Нет. 56%. Да. 38%. Следующий вопрос. В случае, если Россия нападет на Прибалтику, должна ли Германия вмешиваться и предоставлять военную помощь Прибалтике и Польше? 57%. Нет. Лишь 31%. Да. И вот третий вопрос. Должен ли Альянс НАТО создавать постоянные базы в Восточной Европе и Прибалтике у границы России? Нет. 49%. Да. 40%. Спасибо. Константин, знаете, что я вдруг сейчас подумала? Записав нас в соперники, Германия ведь, тем не менее, продолжает покупать у нас газ. Это противоречие или, возможно, такая прокладка, которая должна привести в скором времени к разрушению экономических связей? Ну, вы знаете, мне кажется, это чрезвычайно просто такой алармистский подход, да, на основании информации о какой-то книге, о том, что там военные записали, изменили там график, считать, что теперь вся вот эта вот экономическая система взаимоотношений, она разрушится. Конечно, она не разрушится. И я думаю, что тут ничего нет особенного. Опять-таки сошлюсь. На 70-е годы. Холодная война. И тем не менее, знаменитое соглашение газ-трубы. То есть, советский газ ушел в Европу, в Германию, в Западную Германию, по немецким трубам, которые были сделаны. Самое, что интересное, доходы от этой торговли Советский Союз тратил на поддержку демократических режимов по всему миру. Я поняла. Война войной, а обед по расписанию. Прерываемся на короткую рекламу и возвращаемся, чтобы продолжить разговор. В эфире «Открытая студия». Мы сегодня обсуждаем военно-политическую доктрину Германии, точнее, ее возможные перемены. Смена статуса России с партнерского на сопернический. Но передаю слово в медиа-центр. Да, Инна, ну, наверное, по голосованию давайте сразу. Здесь, надо сказать, за время передачи мнение зрителей мало изменилось. И уверены большинство на вопрос, что именно заставило Германию переписать военную доктрину, ответило давление Вашингтона 74%. Но остальные варианты ответа заметно отстают. Мы их уже не комментируем. Ну, и много было звонков с комментариями в адрес политики Ангела Меркель. Она утратила свое достоинство и готовит Германию к войне с Россией. Увы, это на сегодня популярное мнение. Ну, давайте теперь послушаем также, какие сегодня еще были звонки, а их очень много. Пожалуйста. Хочет мира, готовься к войне. И вот, что Россия, что Германия, что Америка, прочее, каждое государство хочет защититься от нападения. Мы для них всегда были противниками. Даже БДР, все равно в душе они были не наши, а остальные тем более. Пошло 71 год нашей победы, и они забыли, начали открывать рот. И надо им это постоянно напоминать. Мы партнеры, тем более похуже еще и ментально. Если бы сбылась мечта Деголя, и Франция, и Россия, и Германия были бы едины, то англичане, и американцы это были не страшны. Если Штаты будут держать Европу в определенных рамках, мы будем с Германией только соперниками. Германия, если боится Россию, значит Россия в авторитете у нее. Продолжая эту линию, я просила бы сейчас нашу аудиторию взять в руки пульты и проголосовать традиционным образом, ответив тоже на вопрос, да, Германия сегодня для нас соперник или уже противник? Да или нет, отвечайте, пожалуйста. А я обращаюсь к нашим уважаемым экспертом. Ну вообще есть, вообще есть разница. Хорошо. Партнеры или соперники. Ну, мне ближе соперники или противники, но можете ответить на этот вопрос. Мне кажется, здесь смысл, в общем, там где-то рядом. Прошу уважаемых экспертов ответить вот на какой вопрос. Значит, по совокупности. Утечка новой редакции доктрины в преддверии Варшавского саммита НАТО вызывает вопрос. Это случайность или совпадение? Дата проведения встречи Совета Россия-НАТО не называется, но сам факт приветствуется. В общем, объясните мне, пожалуйста, ждать ли нам похолодание, потепление или просто не поддаваться на провокации? Дмитрий Александрович, начните, пожалуйста, вы. Главное не поддаваться на провокации, потому что в НАТО они еще сами не знают, чего хотят. Именно поэтому они мечутся. Именно поэтому в преддверии саммита они слили возможные изменения военной доктрины, которых, может быть, еще и не будет. Они смотрят на реакцию самих себя, они смотрят на реакцию своего общественного мнения, но они смотрят и на нас. Как мы отреагируем? Мы могли бы вообще не обратить внимания. Мы устроили здесь сегодня дискуссию по этому вопросу. Мы молодцы. Мы обратили внимание, мы сказали, что нам это не нравится. Посмотрим, каков будет результат. Саммит НАТО в конце недели ждем. Спасибо. Герману Моралевич. Ангела Меркель сказала, что хотела бы создать единую экономическую зону от Лиссабона до Владивостока. При этом она не уточнила, какая это будет зона. А вдруг она собирается создать оккупационную зону? Ну вот все-таки... А вдруг нет? Борис Витальевич. Поправлю свою коллегу. Коллегу, саммит НАТО будет 8-9 июля, то есть не за горами, но не в конце следующей недели. И одним из ключевых вопросов в обсуждении будет отношение с Россией. То есть НАТО ищет новый модус операния, то есть модель отношений с Россией. Потепления не будет, но стабилизация отношений настанет, и войны с НАТО не будет. А в чем разница между стабилизацией в данном случае и замороженным конфликтом, замороженными негативными отношениями? Они будут, скорее всего, нейтрально негативные, эти отношения. То есть потепления не будет, но все понимают, что надо что-то делать. Саммит России, точнее, Совет России и НАТО не работают. Нужно что-то искать новое, как взаимодействовать с Россией. Тем более есть общие террористические угрозы, да? Поэтому будет искаться вот новая модель поведения, новая модель отношений с Россией. А мы будем сидеть и ждать? Нет, мы будем тоже принимать участие. Что они там нарешают? Я вас поняла. Константин Рангс. Я считаю, что, в принципе, конечно, нужно держаться и понимать, что возможны всевозможные провокации. А с другой стороны, нужно учитывать, что на самом-то деле и у Германии, и у всей Европы, и у России, и у США впереди огромные вызовы. Ведь не случайно, заметьте, в апреле 170 стран подписали Парижское соглашение по изменению климата. Люди готовы платить деньги для того, чтобы спасаться от этих изменений. У нас действительно впереди у всех может сложиться ситуация, когда главным министерством в каждой стране станет министерство по чрезвычайным ситуациям. Очень опасная вещь. И представьте себе, проблемы, которые будут связаны с Ближним Востоком, они ударят по той же самой Германии. И вполне возможно, что уже через несколько лет как раз Германия и Россия будут совместно решать общие, стоящие перед всеми проблемы. Да, и тут бы на них сосредоточиться, но нет. Мы выбираем Россию в качестве очередной мишени. Давайте подведем итоги голосования, посмотрим, как на вопрос ответила наша аудитория. Итак, кто Россия для Германии? Союзник или противник? Ну вот, больше половины, все-таки, Германа Моролеевич, не поддались на ваше настроение и считают, что все-таки, да, пока речь идет о том, что мы союзники. Продолжаем. Валерий Васильевич, что вы скажете? Чего ждать? Или не поддаваться на провокации? Просто. Ну, смотрите, первое. Посол ФРГ, генерал Бундесфера фон Фрич первым делом помчался к Лаврову. Это был первый сигнал того, что, мол, мы сказали не то, вы нас не так поняли, и извините, мол, мы эту открытую книгу как-то вот по-другому перетасуем. Второе. Хочу напомнить слова Верховного Главнокомандующего Российских войск Путина, который на заявление румынского правительства о размещении ПРО в Румынии сказал, «Вы ставите румынский народ под нашу ракетную оборону». То есть это прямой ответ на то, что нас окружают противоракетной обороной Америка. И это следующий контакт для народа, для парламента, для той страны, где это размещается оборудование. Одно дело это маневры, анаконду провести, да, временно в Прибалтике, а другое дело разместить такие стратегические объекты, как ПРО, который будет угрожать России. Но с другой стороны сейчас американских военнослужащих там 14 тысяч человек, тоже ничего, пусть даже временно. Это временное явление, это временное явление, а создание баз и создание стратегических объектов, как ПРО, это угроза, прямая угроза России. И, естественно, мы будем на это реагировать нацеливанием на них ракет. Хорошо, ну то есть тогда ваш прогноз заключается в том, что нас впереди ждет похолодание в отношениях. Давайте не путать политику, экономику и военные стратегию. Это вот на сегодняшний день идет стратегия. Стратегия играет, политики играют в стратегию. И то, что Германия и нашим, и вашим пляшет, да, и Америке кивает, и Путину пытается руку протянуть, это не говорит за то, что Германия будет нашим врагом. Германия понимает на сегодняшний момент, она помнит в тех своей памяти, в генетической памяти, два разгромных момента. Первую мировую и Вторую мировую. И она никогда не сможет погрозить Советскому Союзу, а этой России пальчиком просто так. Она это помнит и поняла. Я поняла. Спасибо. Александр Борисович. Ну, я хотел бы отчасти не согласиться вот в чем. Что вот эти вот противоракеты в Европе, в первую очередь последние, вот о которых вы говорили, румынские, польские, да, они представляют угрозу не столько для России, сколько для самих этих стран. Потому что автоматически делают Польшу, Румынию и другие страны объектом возможного ответного удара России. В котором никто не сомневается сегодня и в ближайшие годы, я надеюсь, сомневаться не будет. Я считаю, что и Германия, и европейские страны будут оставаться партнерами России. Если у России есть серьезный соперник, то это как раз Соединенные Штаты. Соединенными Штатами мы сегодня соперничаем за влияние в Европе. С соперничаем за то, кого Европа будет считать своим наиболее надежным партнером. Нас или американцам. Вокруг этого идет соперничество. А как нам быть? Не нужно ничего бояться. Нужно просто быть сильными. И тогда только у сумасшедших, у жуликов и у писателей-фантастов будут возникать идеи относительно того, что в ближайшие три с половиной года на нас пойдут войной. Да. Ну, понятно, что произошедшая утечка в Дивельт не больше, чем провокация. И попытка посмотреть, а как мы на это отреагируем. Поэтому в этом смысле мысль о том, чтобы сохранить хладнокровие и не поддаваться на провокации, мне лично крайне близка. Это была открытая студия. Я передаю эфир своим коллегам в программу «Актуально».